Всем привет! В этом видео мы с вами разберем такую ситуацию, когда передний мост на экскаваторе-погрузчике Volvo BL71B не отключается. Данная ситуация может произойти не только на экскаваторе-погрузчике Volvo, но и на многих других экскаваторах-погрузчиках, так как принцип работы идентичен. А также найдем причину неисправности и устраним ее. Поэтому смотрите видео до конца. Итак, все это случилось на объекте. Я выполнял работы по разработке траншеи и монтажу колодцев. Была уже осень. Влажно и грязно. Поэтому приходилось периодически включать передний мост. По окончанию работ я подготовился к перегону экскаватора-погрузчика на базу. Нажал клавишу выключения переднего моста. На панели приборов пропал значок полного привода. И я поехал. Передвигаясь по асфальту, я заметил, что передний мост не отключился. Это почувствовалось по характерной нагрузке на двигатель. Тем более в моем случае, когда установлены разные шины. Кто не в курсе, посмотрите недавнее видео об этом. Я остановился. Отжался ковшом и аутриггерами. И включил движение. И действительно, передний мост продолжал быть включенным. Я попробовал еще несколько раз включить и выключить полный привод. Ничего не получилось. Хотя клавиша была выключена, значок на панели пропал. Я решил проверить муфту включения переднего моста на заклинивание. Для этого я опустил передние колеса на асфальт. А задние оставил поднятыми. Затем включил движение. То вперед, то назад. Естественно, это все делалось без фанатизма. Изменений не произошло. Тогда я залез под трактор и проверил провода, подходящие к соленоиду включения переднего моста. Все было в порядке. И это все, что я мог сделать в дороге. Тем более, шел дождь, было грязно и темно. Я решил ехать с включенным передним мостом. Благо, расстояние было небольшое. Объект находился в городе. Разумеется, при передвижении я не превышал максимально допустимую скорость передвижения в режиме полного привода. Она равна 10 км в час. Да, конечно, с такой скоростью я доехал не быстро. На следующий день я принялся искать причину данной неисправности. Зная этот экскаватор-погрузчик как облупленный, я, конечно, уже представлял, в чем могла быть причина. Я решил для начала проверить электрическую цепь. Подается ли питание на катушку соленоида. Включение переднего моста. В этом процессе мне помогали данные приспособления. Это контрольная лампа на 12 вольт и Wi-Fi камера. Я подключил к разъему вместо катушки соленоида контрольную лампу. Я сделал именно так для наглядности. Но можно было сделать провода контрольки подлиннее и протянуть ее в кабину. Либо использовать помощник. На панели приборов я включал и выключал клавишу полнопривода. А по свечению лампы видел, подается питание или нет. Как мы видим, питание подается при включении исправно. Также я протестировал метод включения переднего моста с джойстика. Результат, естественно, тот же. А это значит, что нужно проверять соленоид включения муфты переднего моста. Я снял соленоиды катушку. Как вы можете видеть, крепилась она колхозным методом. Расскажу почему. Гайка, крепящая катушку на соленоиде, потерялась. Попытки найти подобную гайку не увенчались успехом. Данная гайка имеет нестандартную резьбу. Купить отдельно данную гайку нельзя, только в сборе с соленоидом. Планировал изготовить гайку самостоятельно, но, как всегда, не хватало на это времени. Поэтому работал с таким креплением несколько лет. Катушку соленоида я проверил мультиметром. Решил замерить сопротивление катушки. Установил переключатель на ОМЫ. Показаний не было. На килоомах мультиметр показывал небольшое значение. Но я знал, что большинство катушек соленоидов, коробок передач, что на легковых автомобилях с АКПП, что на тракторах, имеют значение сопротивления в районе от 6 до 10 ОМ. А в данной ситуации это означало, что катушка в обрыве. Есть еще пару методов определить исправность катушки. Подать на нее питание и проверить магнитные способности. Продолжение следует... Либо подать на нее питание через контрольную лампу. И определить обрыв по лампе. Итак, причину я определил. Теперь расскажу, что происходит с трансмиссией при неисправной катушке. Система включения переднего моста на данных КПП устроена так. При заглушенном двигателе муфта включения переднего моста находится в зацеплении, то есть во включенном положении. Это сделано для того, чтобы при включенном стояночном тормозе все колеса были заблокированы. А если быть точнее, то два колеса, так как в переднем и заднем мостах имеются дифференциалы. А механизм стояночного тормоза блокирует хвостовик заднего моста. А также этот принцип работы направлен на экстренные ситуации. При пуске двигателя в КПП в работу вступает масляный насос трансмиссии. И создаваемым давлением отжимает муфту переднего моста. При включении клавиши полным приводом на соленоид подается питание. И он перекрывает поток масла на муфту. Пружины муфты прижимают одну ее часть к другой. И передний мост задействуется. При выключении клавиши на катушку соленоида перестает подаваться напряжение. Соленоид открывает масляный канал. Давление масла отжимает одну часть муфты от другой. И мост деактивируется. В моем случае на катушку подавалось напряжение. Но она была в обрыве. А значит магнитного поля не создавала. Значит и соленоид не втягивался. Поэтому масляный канал был закрыт. Пружины прижимали муфту. И передний мост был в работе. С этим думаю все понятно. Теперь мне предстояло найти такую катушку. Обзвонив поставщиков, я выяснил, что отдельно катушку приобрести нельзя. Только весь соленоид в сборе. И стоит все это чудо от 15 до 20 тысяч рублей. Разумеется при покупке хотелось сэкономить. Поэтому заказали в Москве. При заказе я конкретно отметил на схеме, какой именно соленоид нужен. Указал его номер. Но как всегда, что-то пошло не так. То ли поставщик, то ли посредник что-то перепутал. В итоге, пришел не тот соленоид. Этот заказ мы ждали 4 дня. И еще ждать несколько дней было просто нереально. Так как были заказы от постоянных клиентов на работу. А подвезти их мы не могли. А в нашем городе был нужный соленоид за 18 тысяч рублей. Пришлось его приобрести. Теперь была задача заменить соленоид. Но сложность данного процесса в том, что соленоид установлен в верхней части КПП. Доступ к нему стеснен рамой, системой СРС, шлангами и проводкой. И соленоид визуально не виден. Полы трактора не хотелось вскрывать. Я попытался выкрутить соленоид на ощупь. И при помощи видеокамер. Для этих целей у меня имеется Wi-Fi камера и камера эндоскоп. Немного помучавшись, я не добился желаемого результата. И все же пришлось скрывать полы. А это такой муторный процесс. Убрал коврики. Убрал резиновый пол. Под ним у меня уложен лист пенофола для утепления и звукоизоляции. Но самое неприятное это демонтаж резинового пола. А он в холодное время года становится очень жестким. Но прогрев кабину, я все же извлек его. Открутил 4 болта крепления люка. Демонтировал его. И вот доступ к соленоиду стал намного лучше. Ради эксперимента я решил проверить, можно ли открыть клапан соленоида при помощи обычного постоянного магнита. В результате ничего не получилось. Возможно магнит был слабый. Приступил к извлечению. Выяснилось, что шлицы соленоида изготовлены под ключ на 25. Такую длинную головку на 25 я не нашел. Рожковым и накидным ключом открутить так же не получилось. Так как соленоид со всех сторон окружен другими соленоидами. А сверху находился пол кабины. Пришлось изготовить спецключ. Отрезал рожковую часть ключа. Приварил головку. Теперь открутил старый соленоид. Установил новый. Подключил провода питания катушки. И вуаля! Все заработало. Дальше был неприятный процесс укладывания покрытия пола. Так как резиновое покрытие находилось на улице, оно стало жестким. Поэтому я сначала уложил лист пенофола. Рулоном положил резиновый пол. Прогрев кабину колорифером. И после этого уложил пол. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Если до сих пор этого не сделали, пишите комментарии. И делитесь ссылкой на видео с друзьями. Впереди еще много интересного. До скорого. Пока.